Магнитная индукция однородного магнитного поля изменяется со скоростью 20 Тесла за секунду. При этом в катушке, площадью поперечного сечения 6 см в квадрате, возбуждается ЭДС индукции 12 Вольт. Сколько витков в катушке? Ось катушки параллельна линии магнитной индукции. Для начала запишем наши условия. Изменение магнитного поля ΔB равняется 20 Тесла. Время ΔT равняется 1 секунда. Угол альфа, это угол между магнитным полем и осью катушки, равен нулю. ЭДС индукции равно 12 Вольт. Площадь поперечного сечения катушки S равно 6 см в квадрате. Переведем си в метр квадратный. Это 6 на 10 минус 4 метр в квадрате. Найти число витков N неизвестно. Напишем необходимые для нас формулы. ЭДС индукции для катушки будет равняться минус N умножить на изменение магнитного потока ко времени на ΔT. Также напишем формулу магнитного потока. Магнитный поток равняется... Магнитная индукция умножить на площадь поперечного сечения. Также все это умножить на косинус угла альфа. Угол альфа это угол между нормалью и вектором В. Эти формулы необходимо знать. Воспользуемся формулой для ЭДС. ЭДС индукции равняется N умноженный на ΔF знаменатель ΔT. В данном случае мы рассматриваем по модулю. Рассмотрим магнитный поток. Изменение магнитного потока будет равняться изменение магнитного поля... ΔB умножить на площадь поперечного сечения катушки и умножить на косинус угла альфа. Соберем все воедино. Тогда у нас получается, что ЭДС индукция будет равняться... N умножить на... Дробь числитель. ΔB умножить на S и умножить на косинус угла альфа. Знаменатель время ΔT. Выразим отсюда число витков N. Число витков N будет равняться... ЭДС индукция умножить на ΔT. Знаменатель ΔT умножить на площадь поперечного сечения и умножить на косинус угла альфа. Отставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда у нас получается... Посчитав, получаем, что число витков 1000. Запишем ответ. В катушке число витков N равно 1000. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.